саженец растет представили конечно мы сейчас если подрос я бы постарался он бы тут держался бы сильно укоренен в земле я постарался бы вот здесь сделать косой срез как можно ближе к земле это мой фирменный прием но в данном случае мы его сделаем повыше почему потому что некому держать его там получается я сам принцип показываю и так я сделал косой срез делаются они одним движением ножа вот когда вы научитесь это делать считайте что вы профессор вот и так значит примерно увидели да соотношение толщины и длины 4 к 1 5 к 1 6 к 1 вот ну и я уже вынужден сейчас взять чтобы уже до конца не нельзя этот момент упустить мы хотели с вами работать только с работающими ленточками нельзя же важнейший технологический процесс упускать это стакан воды вот так незаметно-незаметно друзья а мы с вами весь процесс то и обсудим вот и как стоило сделать срез если за столом до держишь это самое на весу макнул если он укоренен вот держится за землю тогда вот так и мы с вами на расстоянии одной трети косом срезе мы делаем расчет не вырез как вот рисует в старых и в новых этих специалисты как с вырезом очень трудно работать косом срезе мы делаем расчет вот на глубину то есть такая глубина как ширина этого лезвия теперь мой точно такой же такой же срез сделаем еще раз ради экономии времени я делаю вид что я сделал этот срез макнул в воду когда макаешь воду особенно это касается новичков гораздо больше времени для работы то есть он уже его только сделан уже начинает подсыхать мгновенно и это очень опасно для будущего сращивания макнув воду новичок имеет возможность сдохнуть спокойно прицелиться вот и вот я макнув делаю точно такой же видите опять на расстоянии 1 3 вы теперь я их стыкую вот если бы я просто приложил друг другу вот так не делал бы они делал бы этих я все время как оговариваешь не делал бы этот расчет косом срезе а просто приложил друг другу это есть способ названной капулировкой он хорош всем то есть когда мы приватаем прекрасно держит и прекрасно растет почему бы ему скажите пожалуйста не расти идеальное прилегание а вот почему что это не лучший способ бывает и колем подвяжешь а он уже кости него такой же толщины вот мощно растет и все хорошо а в июле мы снимаем пленку первое половине июля я снимаю позже снимать я уже говорил омертвеление происходит тут раньше снимать еще хирургический шов не за же не полностью не зарос а вот когда мы делаем улучшенную капулировку то есть просто разломиться можно когда мы сделали улучшенную капулировку вот так вот он намного крепче видите намного крепче вот я пытаюсь даже потрясти и что теперь теперь мы берем какую пленку тоненькую дело в том что сейчас мы достаем ее вот у нас вариант есть получается для толстых веток и для тонких вот поехали так обмотку мы всегда начинаем снизу почему стоит начать сверху пошла на излом вот наша пленочка вот мы пальцем придерживая самый кончик начинаем приматывать вот и вот здесь ее сжимая она становится тонкая да она даже как бы чуть-чуть сгутом ничего страшного слава богу пленка с запасом и мы начинаем обмотку и заметьте я всегда пишу в своих статьях обматывать на границе порыва ленточки естественно пленка черенок бы порвалась уже полиэтилена бы порвалась вот а это нет это бы не порвалась вот я сейчас посмотрю хватит ее для нашего длинного среза дело в том что до хватило сейчас на кончике мы делаем что вот такой вот замочек и затягиваем он мертвый будет держать и вот тут только вот он у меня оторвался кончик но полностью все получилось прекрасно это для тонких почему такие чаще всего мы встречаются веточки подвойные и к ним мы такие же точно привыкли а вот с этими уже этот номер не пройдет уже вот такой да опять же подчеркиваю если бы он был бы рос из земли я бы вот здесь бы сделал средств мне так неудобно работать за столом вот поэтому я просто чисто формально для лучшей видимости делаю овощи чтоб вам объяснить показать я его хоть он растет хоть он вот тут корни хоть он у меня в руках я вот здесь вот делаю расщеп вот он расщеп теперь я должен что сделать естественно что я мог бы и такой лучшиной копудровкой вот то есть и такой толщины и даже чуть толще я умею их делать вот вот этой самой лучшиной копудровку вот но новичкам я предлагаю они не могут вот такой толщины делают ровный срез и у них получается такая картина вот например берет новичок и делает раз ой елки-палки короткий раз ой елки не получился и вот а еще еще ножи как правило хуже моего потому что мой фирменный и наконец он стругает 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 особенно когда тонкий еще нет тонкий еще может получиться ну ладно вот это чуть коротковат но при но можно срастить хотя вот такие вот коротковатые их трудно страшить почему потому что силу надо применять при рамотке кто-то будет сращивать и надо почувствовать вот и получается так что если взять такой толстый сделать попробовать косой срез новичку он изведет все эти цены черенки а получить не сможет тут уж надо иметь опыт многолетний поэтому для них предлагается прививка врачей и вот сюда получается как да еще часто случается подой вот такой тут даже без выбора он бы ратулочная каплировка да как сделать когда у него ветки которые к нему допустим прислали сосед подарил вот такие вот что получается получается что нужно вставлять туда клин вот вот такой вот и теперь получается так давайте сейчас возьмем чтобы как раз два было ну ладно и так значит вот оставляем пару почек как я получил макаем все это показываю ради того чтобы показать вам работу с обмотшей пленкой вставляется с одной стороны на этом возможно работа заканчивается и таки одна сторона совпадает камбий упадной камбий прямой и уже если обмотать ну давайте обмотаем но это может быть и единственный черенок у человека который занимается заметьте здесь все не так если мы улучшенную каплировку мотались здесь только сверху главное вот это вот зафиксировать видели и теперь пошли вниз она немножко жгут я чуть-чуть расправляю пальцем придерживаю там где уже опять чуть-чуть пальцев расправляю вот а можно если пленку не жалеть и уже не расправлять если не хватит другую вторую использовать еще и на конце то же самое вот это получается у нас вариант с 1 он может прижиться да вот здесь рано его нежелательно иметь вот эту вот кстати потом идет еще в конце покажу как я замазу чтобы полный цикл был вот но если хорошо приживется постепенно все заплывет и все равно на все оставшую жизнь здесь останется гнильца давайте-ка мы усовершенствовать способ я обратно пленку разверну так и здесь вставлю вторую 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 вот второй клин беру пару этих самых вставляю макнуть не забыл вставил так и вот что интересно вот здесь всегда я специально ну особо не напрягаюсь да сделал так чтобы вы увидели вот соотношение длины и толщины она и в книгах такое же все вроде бы нормально но если вы вставили вы приглядели что я сейчас покажу какие я делаю фирменные клинья они гораздо длиннее видите я специально сделал вот она щель в идеале можно добиться того что что вот эта щель будет заполнена полностью так вот все равно осталось немножко но это уже все равно неизбежно но вот эту щель вот это идеальное соотношение длины и толщины я считаю потом на своей практике сами убедитесь раз потом видите я их вместе сжал у меня получилось что между ними практически щели нет да и и наконец берем сверху ленточку 10 миллиметров и мы с вами за а вот здесь вот это как халтура не было еще я немножко подправил сам себя вот и теперь я уже заматаю окончательно беспроводно можно если гнездочки не жалоб смотрите у вас их много например сколько тут 50 и 50 вот то вы раз обмотали особо не пытаясь распрямлять когда ее начинаешь обматывать она скукоживается сужается вот ничего можно это или две ленточки использовать используя всю силу особенно при массовой работе когда некогда экономия заниматься вот и наконец сделали замок вот еще теперь многие не знают ведь я со всей силы затянул так что оторвал эту привычку раз работал вот теперь садовый вар не тема сегодняшнего рассказа но все-таки я скажу почему ну должна быть польза от нашего общения но теперь еще мы не закончили разговор почему тот кто видит что у меня в руках не просто веточка а когда я готовил я был вынужден и так бывает практике срезать боку веточку которая вроде бы лишняя и от нее остался пенечек к еще не ровный да еще опасным для будущего и здоровья дерево а в жизни так бывает когда собираешься прививать а ветки лишние как бы не оставлять же их от дичка правильно ну сейчас я на всякий случай покажу как я аккуратно избавился от пенька раз так начиная попутно знакомлю вас сейчас познакомлю вас с этой моцедонами пока я что делаю просто замазал этот пенек честно замазал уже не пенек рану оставшуюся пенька и наконец я еще добавлю вот учитывая все-таки сложности с тем что вот это вот щель нельзя оставлять а я уже две ленточки использовал ну давайте еще и давайте еще со всей силы не боясь ее порвать и чуть пониже и теперь выше вот к сожалению силу применять надо оставил щель прощают вы знаете как часто бывает когда вот две ленточки 2 2 этих черенка вставляешь все дальше оба пошли в раз каждая почка а то будет один мертвый один живой и это место начинает уже загнивать поэтому еще раз говорю ленточек не жалеть заматывать тщательно на ленточках не экономить и со всей силы ну и вот будем считать что если бы сейчас кто-то внимательно посмотрел он бы уже не нашел этих самых не морющий признака щели я использую среди скусил ну что мы сейчас видим торцы голые мы замажем и вот это вот то есть торцы и привое черенков и торцы по двое вот этого срезанного на пень толстой ветки ну и сбоку видите здесь тоже упривое небольшой небольшой небольшая ранка все это мы тщательно замазываем чем замазываем я использую последние годы садовый бар универсал бугоркова я не собираюсь его специально рекламировать никакой бугорков мне не друг не брат просто я вынужден ее использовать почему уж больно она прилипчивая не ради того чтобы рекламировать этот продукт я в нем торгую а просто он прилипчивый и годится на именно холодную погоду и больше час времени я прививаю где я прививаю на земле при температуре 0 плюс 5 бывает минус 5 только такой вар у меня не замерзает не твердеет как камень а а есть другие вары я против них ничего не имею например в жару он становится такой липкий такой жидкий что сильно пачкают руки и сильно пачкают саженцы а здесь очень важно что настолько аккуратно работать чтобы нигде древесина не было покрыта это самое потому что под ним опять будет тот самый процесс ну неопротивый процесс унисторжения коры и видите я на вашей глазах его тщательно завазу хотя это не тема нашего разговора но должен же я в конце концов показать чем все это кончается ну еще пару слов пошел он в рост раз дальше опять про пленку говорю пошел он в рост пленка помогает она держит с какого-то момента начинает мешать бывает как восьмерка так называемых низ растет прижился черенок тоже растет наконец они уже становятся толщиной смотрите как вот два моих мизинца а это место сжаржатая самое место получается восьмерка и это место может переломиться снимать надо и опять противоречия рано снимешь еще восьмерки нет но шов настолько слабый хирургически что обламывается под ветром даже мне знакомый случай когда втыкал два кола ну не жестко правда подвязывал и креи все равно стоило мне отвязать допустим в мае и июне раз надлабывается уже под собственной тяжестью но у моих саженцев есть один одно великое достоинство которое переходит недостаток то есть они настолько мощно растут что достигает 22 метра дает скелет и дальше то что и говорить мне уже неудобно потому что многие принимают это захватать что таких саженцев не бывает бывает вот и тут тем более нельзя упускать вот этот момент когда у меня уже толщина подвое вот такая толщина подвое минимум вот такая а здесь все еще такая тонкая попробуй с ними как спички хрустят получается надо наблюдать есть еще промежуточный вариант но называется ослабление вот он легко подвязываться видите у тебя на чертю вот смотрите промежуточное положение ослабление чтобы все-таки дать ему вздохнуть немножко и дать ему расти например мощно растет ну где-то числа 15 июня ослабили а числа допустим 5 июля уже сняли полностью почему до приходилось даже такие случаи наблюдать только начинаешь расслаблять хрусть а он еще полностью не развалился только это уже под собственной тяжести если удалось вырастить мощный саженец вот а мне удавалось вырастить за два-три месяца саженцы выше меня ростом и со скелетом вот хрустит тут же приходилось ой как караул обратно заватывать дальше расти это противоречие когда достоинство переходит недостатки недостатки переходят достоинства ну что поделать приходится учитывать где-то что-то даже надо терять особенно ураганный ветер когда даже подвязанная саженец умудряется трястись ураганный ветер ну вот пожалуй я сказал почти все повторюсь еще может не помню говорил нет значит здесь 50 пленок широких я уже говорил 50 пленок узких ну вот казалось бы зачем нужно вступлен да дело в том что садоводство это колдовство это наркотик вы только носите уже остановиться не можете вы знаете что такое прижился саженец ночами не спишь еще впереди год а уже думаешь гадаешь какие будут плоды будут ли не вообще доживет ли прививка выживет ли а ведь ее жизнь зависит только от вас и от того насколько удачно вы его это выживили чужеродный серенок в этот дичок от этого зависит если дерево получилось удачно то есть прививка удачи дерево здорово вот чуть-чуть любая грех уже не получается вот ну и остается только пожелать вам удачи для того чтобы у вас получалось саженцы не хуже чем меня а какие они получаются однолетки я не знаю сейчас в данную секунду будут съемки да вот они заканчиваются вот я это самое интернет-издатель сюжет на земле сейчас подведу компьютеру покажу 10-20 фотографий саженцы которым исполнилось не пять лет не три года а пять месяцев или три месяца вот такие они могучие они мощные я на всех случаях еще скажу обязательно вот правила которые подчиняться привайте как можно ближе к земле берите только нижнюю часть очеренка даже середина уже не то подробности они буду говорить именно вот физиологии не буду просто поверьте мне на слово что с этого начинается здоровый мощный саженец невообразимо мощный невообразимо здоровый вот и если интернет-издательства в этом виде фирме покажется десяток снимок пожалуйста это самое наблюдайте и верьте что я говорю правду что это действительно вырастает за одно лето а она в сибири очень короткая и